Папа-ду-пам! С вами снова Дугмамани и мои собаки Чихуасапии и Эйван. Мы продолжаем нашу рубрику Handmade для собак. И сегодня мы будем делать вот такие вот милые банданки для вашей собачки, которые под силу сделать каждому самостоятельно, даже если вы не очень хорошо шьете. Ну что ж, поехали! Нам понадобится ткань, лучше брать стопроцентный хлопок, бумага, ручка, ошейник, ножницы, иголки и нитки или швейная машинка и нитки, утюг. Могут пригодиться линейка и мелок для ткани, но я ими не пользовалась. Из листа бумаги нам нужно сделать треугольник, основание которого будет длиной вашего ошейника. В случае с ошейником для маленьких пород достаточно согнуть альбомный лист А4 так, как вы видите на экране. Если ошейник длинный, то лист должен быть больше, чтобы треугольник получился. Треугольник получается равнобедренный, то есть его боковые стороны одинаковой длины. Затем мы вырезаем этот треугольник и накладываем его на ткань. Я буду показывать изготовление банданы на бумаге, чтобы вам было понятнее, а какие-то моменты объяснять на кусочке красной ткани. Накладываем наш треугольник на ткань и вырезаем его из ткани. Затем по боковым сторонам треугольника нужно сделать двойные загибы внутрь по 0,5 см, чтобы стороны нашей банданы не распускались. Вот так. Так поступаем с обеими сторонами. В итоге это будет выглядеть так, но мы пока их не прошиваем, только сгибаем и проглаживаем хорошенько утюгом, чтобы они держались в таком положении. Затем мы делаем такой же, но одиночный сгиб 0,5 см сверху. Тоже не прошиваем, только проглаживаем. Получается вот такой треугольник с ушками. Теперь боковые стороны можно прострочить до момента соединения с верхним сгибом. Берем наш ошейник. В нашем случае ширина ошейника на взгляд около 1 см. Значит, чтобы он влез внутрь нашей банданы, мы откладываем примерно 2-2,5 см и загибаем вверх ткани вниз на это количество. У вас получается точно такой же кораблик, только из ткани. Теперь у нашего треугольника остались вот такие ушки. Их нужно обрезать параллельно сторонам треугольника, оставив примерно по 0,5 см на подшивку. Сгибаем оставленные кусочки и подшиваем их. В вашем случае с тканью это происходит примерно так. Загибаем, обрезаем, подшиваем. На данном этапе ваша бандана выглядит вот так. Теперь мы сгибаем верх треугольника внутрь по запланированному размеру и прострачиваем его, захватывая отутюженный ранее маленький сгиб сверху, чтобы ничего не распустилось. Вот и все, наша бандана готова. Вот так она выглядит на последнем этапе. Если вы обрезали ушки слишком мало, как я в одной из бандан, просто запакуйте этот остаток в отверстие банданы. Теперь в получившееся отверстие мы вставляем наш ошейник. Повторим. Делаем треугольник из листа бумаги, основание которого это длина вашего ошейника. Вырезаем треугольник. Накладываем его на ткань и вырезаем из ткани точно такой же треугольник. По бокам будущей банданы делаем двойные загибы внутрь по 0,5 см. Делаем такой же загиб сверху. Отутюживаем и прострачиваем бока до соединения их сверху. Подбираем ширину отверстия под ширину ошейника в 2-2,5 раза больше. Загибаем вверх и отутюживаем. От получившегося треугольника отрезаем лишние кусочки ткани на ушках параллельно боковым сторонам, оставляя примерно 0,5 см на подшивку. Подшиваем эти элементы, сгибаем наш верх внутрь и подшиваем его по верхнему оставленному нами ранее сгибу. Вот и все. Всего лишь по длине ошейника с помощью одного бумажного треугольника без размеров и выкроек мы сделали красивую милую бандану для собачки. Можно делать необходимый размер банданы, зависит какой длины ваш ошейник. Мы надеваем наши банданки на ошейники подходящего цвета или на один ошейник. Ошейник может быть не только тканевый, но и кожаный и из любого другого материала. Несмотря на то, что это хендмейт, такая бандана смотрится как из магазина. Очень стильно и красиво. Надевать ее можно как спереди, так и сзади. Таких банданок для своей собаки вы можете ношить сколько угодно любых расцветок. Даже если у вас всего один ошейник, вы можете постоянно менять банданы. Любите своих собак и будет вам счастье! Софи, скажи, я крутой в этой бандане? Да, я крутой. Я крутой, крутой в этой бандане? Я крутой. Ага, особенно с клубничками, Эйвен. А что, все равно я крутой, крутой вокер в бандане? Эйвен, ты очень крутой, мой брат. Особенно в бандане с клубничками, прям крутой вокер. Да, я знаю, спасибо, я крутой, я самый крутой в бандане, я самый... Он серьезно крутой? Он не прикалывается? А что? Нет, Софи? Да нет, нет, конечно, ты крутой. Вот и все. В следующих роликах из рубрики Handmade смотрите рюкзак для собаки из старого портфеля, элементарный прикольный домик для собаки или кошки своими руками. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, ставьте лайк и делитесь этим видео с такими же любителями животных. Субтитры сделал DimaTorzok